МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии «Працое» Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Экстремальный год, выники социально-экономичного развития Гомельской области, все не разрядили на посаджении Аблвы Конкама. Калипраца – это призвание. Протягиваем знакомить вас с делегатами Усебелорусского народного схода на чарзе Брагинский район. А пошняя со знакомитого полка ночных ведьмов. Сто-годовый юбилей отзначала Жихарка Гомельского района Инна Калачева. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Выконаны четыре ключевые показчики с девяти. На посаджении Гомельского Аблвы Конкама подвяли выники социально-экономичного развития региона за минулый год и поставили задачи на 2021-й. Марина Северьянова с подробязностями. Два важные показчики выконала будовничая голена. Это агульный увод жилья из-за беспечения им шмадетных семью. Летось отрымалась побудовать Амаль 494,5 тысячи квадратных метров. З их 200 тысяч с держподтрымкой. Планы по будовництву навод удалось перво-выконать. Жилем летой забеспечили из-за 2200 шмадетных семью. Темпы у этой сферы не знизятся и селета, хотя крыху изменится будовничая карта. Больше жилья в 2021-м будет уводиться у районах. Там, где есть попыт, что тычется кошту квадратного метра, то его помер, например, для шмадетных семью, самый низкий у республицы – меньше к тысяче рублей. На таким же узровне лишь бы утрымают и селета. Для этого приымаются специальные меры. Индивидуальный подбор проектов, четкая аналитика по конструктиву и анализ цен на строительные материалы. У нас есть свое предприятие, которое ежемесячно анализирует ситуацию по рынку, по ценам на строительные материалы. И второй немаловажный момент – это сокращение сроков строительства. Поэтому у нас в основной массе все жилье строится по директивным срокам. Не по нормативам, а по директивам. Вот за счет этого мы имеем возможность предложить такую стоимость жилья. Среди других выполненных показчиков досягнули необходимых выникнов по промых замежных инвестициях на чистой основе и энергосбережении. Снизились и складские запасы готовой продукции. Яс 6 плюсов – в географии экспорта появилось 9 новых краин. В перважности – это Африка и Индонезия. Тут и продавали комбайны «Гомсельмаша», молочную продукцию, лесоматериалы. Так само активно працавали с Китаем. Летосью в эту Украину отправили продукции больше на 90 миллионов долларов. На 30% больше, чем у 2019. Так само в минулом году росла заработная плата. В середнем регионе она склала 1100 рублей. Кроме того, в 2020 году в Гомельской области створили около 700 новых предприемств. Всех 200 – у промысловой сферы. Но, не глядяши на становшие тенденции в одних сферах широк, инших доведенных параметров по разных причинах не выконали. Воловой региональный продукт мы не дотянули 0,2% до уровня 2019 года. Хорошо отработала строительная отрасль. Объем струмонтажа в прошлом году был 108,6%. Практически на уровне до ковидного 2019 года сработала промышленность. Сельское хозяйство показало результат 103%. Но, учитывая пандемические процессы, резко снизилось и общественное питание, гостиницы, ну и сильно повлияло на транспортные организации. В результате объем грузооборота был только на уровне 90%. В результате нет той удовлетворенности показателям общим. Год был и с оправдой вельми тяжким. С почетку проблемы с поставкой нафтопродуктов, потом связанная с пандемией обмежаванием. И все же, в регионе мкнулись забеспечить рост объема вытворчасти, але до уровня 2019 года не дотягнули. Рост объема продемонстровали только 37 с 60 валов творальных предприемств в области. Рост ВРП на 2021, дальше, свыше 101,5%. Разом со скорочением стратных предприемств в одних регионах, у других их колькость выросла. В уголе лютый станет выращальным месяцем для многих экономичных сфер региона. Кировничество районов и предприемств треба будет распрацовать вытворчую программу, как до конца года выйти на показчики не меньших 100%. Иншые накерунки, які будуть подпильной увагой селита – импортозамещение, прямые замежные инвестиции у основный капитал, повеличение экспорту товаров и послуг. Марина Северьянова, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Выники минулого года и задачи на будущем. Сегодня отбылось посаджение президуума Гомельской областной организации профсоюза работников Аховы Здоровья. Сирододельника у старшиня Республиканского комитета Галинового профсоюза Вячеслав Шила. Разом с коллегами он обмерковал работу организации региона за минулый период. 2020 год стал выпрабыванием для работников Аховы Здоровья. Одна из важных задач для профсоюза – организовать санаторно-курортное лечение медиков. В приоритете – те, кто перехворил на COVID-19. Еще одна серьезная тема для разговора – надеходячи все Белорусский народный сход. Члены президуума, которые наведают его в якости делегатов, разобрали шерох питаний. Все они будут обмеркованы на наступном тейдне в Минске. Вопросы молодежной политики, вопросы, связанные с кадровой политикой. Какие есть проблемы, какие есть предложения конструктивные, которые мы можем вынести на Всебелорусское собрание делегатам, достаточно много делегатов от профсоюзов, так как общественные организации будут участвовать в Всебелорусском собрании. Необходность захований и развития медицинской базы на районном узровне. Миновата об этом же хары Брагинского района, кажется, подчас встречи с делегатом 6-го Всебелорусского народного схода Татьяной Котлабай. В сфере охоты здоровья она работает больше, чем 30 лет и добро ведет, какой должна быть современная медицина в сельской местности. С делегатом встречались наши корреспонденты. У зоне отказности ново-иалчанской амбулаторы 1200 вязковцев розных узростов. И у сих помощник урача Татьяна Котлабай ведая не только по именах, памятая, где кто народился, чем и кали хворил, и какие леки проймал у апошний час. Мясовая жахарка Яна Медык по призвании. Кажет, что каждый человек у жити повинен знаходиться на своей местце. Татьяна Котлабай такое место знайшла. Об этом можно мерковать у тымлику по аценции и ей деянности пациентами. Кали люди кажут, что готовы доверять урачу свое жице, гэта шмачага каштуе. Это человек наш спаситель, наш врач, который нам всегда и везде помогает. В любое время, когда не обратись, ночью, вечером, приди к ее, и она всегда поможет, расскажет. Я везде объездила, и Гомель, и Брагин, везде много лежала. Но всегда возвращалась к Татьяне Владимировне, и она мне всегда советует, всегда мне лечить. Я ей довераю свою полностью жизнь, полностью. В Брагинском районе Татьяна Котлабай ведомая не только як медик, а лея ше и як громадский дейдж. Амель два десятигодзе, и она узначалювая Доброчинный фонд «Расток життя». Об реализации мясовых инициатив и державной политикой по ликвидации наступству чернобыльской катастрофы робились провоздачи на конференциях практически во всех европейских краинах. Але головная задача – все-таки профилактичная работа с мясовым насельницвом, починаючи со школьного взросла. А прожатого Татьяна Котлабай готова заусюду выехать до людей, яким потребна и аеда-памога. Фёдору и Варваре Яшенко далёко за 70. И только медицинскими процедурами их наведывание не обмежовывается. Необходна им эта згодность при шепах супрец коронавирусу обмерковать, и опушнее медицинские досягнение не покинуть поза увагой. Нет вопросов даже отзывчивого. По первому зову она являться к нам сюда и нас тут так глядеть уже. Обслушаю всегда рекомендации даю, очень полезные такие. Вот что медикаменты вписываю, всё как положила. Так что мы очень благодарны Татьяне Владимировне. Новую Ялчанскую лаборатору открыли наприконцы 80-х. С того часу тут пройшли 4 реконструкции, у вынюку яких установа не только набыла прыхожий выгляд, але и стала по сутности сучасной сельской больницы идённых знаходжения. Тут навыц пандемии коронавирусу справилися практически самостойно. У Брахинскую районку накеровали усяго некольки человек. Остатних лячили на мессы. Мясовые жахары дейностью амбулаторы задоволены и вельми просить делегата Уссебелорусского народного сходу поклопатиться об заховании медицины у сельской мясовости. Татьяна Котлобай с этими просьбами сгодная на 100%. Зуболечение, сегодня физиолечение, сегодня лечение в дневном стационаре, сегодня сдать анализы, сделать кардиограмму, попасть на приём к доктору. Это же не должно быть космосом, это должно быть нашей жизнью, это должно быть ежедневным посылом медицины для сельского жителя. Я считаю вообще, что та система, которая есть и существует, её ни в коем случае нельзя трогать. Может быть, модернизировать, где-то что-то добавить, где-то что-то ещё более развить, инновационные какие-то методы применить. Я считаю, что это будет более правильно. И едя на этот съезд, я, конечно, выражаю волю своих земляков. Люди понимают, что о них заботятся. И я считаю, что, конечно, сохранение той системы сельского здравоохранения – это будущее нашей страны. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоуян Макенко, телерадио-компания «Гомель», Брагинский район. До инших тем. Два годы у специальной в учебно-выховавшей установе закрытого типу. Такий прыховор вынесли у Гомеля 15-годовому подлетку, який створил телеграм-канал под назвой «Дадзинная карника у Беларуси». Хлопец публиковал у им поклёпницкую информацию об правоохранениях Гомельщины. Простовники улады звернули увагу на гэты чаты и установили особу яе администратора. Але образами юнак не обмежавауся. Несовершеннолетний в телеграм-канале призывал участников указанного канала перечислять ему пожертвования на развитие данного канала. Однако в дальнейшем указанные денежные средства он потратил на собственные нужды. На донаты хлопец купил скутер и в опратку. Прокуратура Гомеля накировала у суд исковую заяву об применении выника у несоправдности сделок с неполнолетним. Она продуглеживает спагнание хорошовых сродков, які отримал злочинца на корызде ржаве. Гэта больше як полторы тысячи беларуских рублёв и больше як пять тысяч российских рублёв. Молодый человек, уродженец одного зра и центра в области, навучался у Гомельским колледжи. Ранее переступал мяжу закону, але по причине взрослого притягнуть ягоды отказности было немогчима. Следует обратить внимание родителей на необходимый контроль за поведением их детей, а также их образом жизни, а также на те социальные сети, в которых дети непосредственно общаются и проводят своё свободное время. Стогадовый юбилей означала же харка вёске Цагельня Гомельского района Инна Калачёва. Зараз яна опошний ветеран 586-го жанучшего знищального авиационного полка, лётчиц якого вороги называли ночными ведьмами. У дельницу Великой Айчыной наведали наши корреспонденты. Всё не на улику у ветеранской организации Гомельского района больше як 15 с половой тысяч человек. И только 24 из них – непосредные у дельники Великой Айчыной. У вёсты Цагельня Инна Калачёва – один, кто примал удел у боевых деянях. У 41-м я её выключили с третьего курса Московского державного университета в связи с залечением у рабочаселянскую червоную армию. Прознайкий час я настала адъютантом 586-го жанучшего знищального авиаполка. Кеши самолёты стоят в узких полках. Як-3 в Саратове его выпускали. И мы первые получили белые самолёты, очень красивые такие. Условия были одинаковые, что для мужчин, что для женщин. Льгот женщинам не полагалось. Инна Калачёва кажется, у них была дружная боевая часть. После войны девчины часто сустракалися, але зараз яна засталася опошним ветераном боевого подразделения. На 100-гадовый юбилей собралися усеродные, веншовали и слухали песни. Упершую чаргу об Великой Айчыной. Инна Николаевна очень любит музыку. Вообще она очень много знает исполнителей различных. В частности, конечно, для неё очень трогательно, когда она слушает песни военных лет. И мы достаточно часто включаем ей пластинки с исполнителей тех лет. Также включаем различные произведения советских авторов. И для неё это очень волнительно. И в то же время она проводит время таким образом, прослушивая литературные произведения, музыкальные произведения. Она очень любит оперу. Усе удельники Великой Айчыной уже у вельми сталам узростье. Летость 15 человек отзначили 95-гадовый юбилей и один 100-гадовый. Всё лето гэты спис пополнили яше 4 ветераны. С кожным годом их застаётся всё меньше, а тому увага до их постоянная. И размова не только об веншаваннях до святов идёт на раджэннях. Ветераны войны обследуются постоянно. Изучаем их запросы. Ну и стараемся их решить по мере возможностей. Или выходим с ходатайствами перед теми структурами властными, которые могут решить тот или иной вопрос, который необходима ветерану. Олег Синцюров, Миколай Скинцьян, Яуген Макеенко, телерадоэ компания «Гомель». Картины, створанные со скуры. У галереи Гаурила Вашченке открылась персональная выстава бавруйского майстра Татьяны Карчашкиной. У экспозиции 39 натюрмортов, портретов, пейзажей и абстрактных работ. Сирот их экспозиции присвеченные Казимиру Малевичу и жаночие в образы, сугучные портретам Амадея Мадильяне. Мастачка научилась обачить особливую вобразность в коляровых скуранных обрезках, которые застаются после вытворчасти обудку их алантареи. Я надорить им другое життё. Во умелых руках майстра лоскуты скуры перетвораются усоправдные творы мастатства. Я была в своё время директором Бавруйской художественной школы и искала для моих детей новые материалы. И добралась до кошкомбината, в цехе шарпотреба я увидела спилок таких осенних тонов. Я притащила благодаря родителям четыре огромных мешка картофельных. И мы начали с ними работать. Потом я поменяла школу, а любовь к материалу осталась. Вот так 32 года. Адукация у сферы мастатства дозволила Татьяне Карчашкиной выпрацывать в ласную технику. Свои навыки она так само представила у аутерским адукационным выданни фантазии саскуры. У лютым для хамельчан, які ожидают навучиться работе с незвычайным материалом, Татьяна Карчашкина проведе майстер-класс. Записаться на его можно у галереи. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Двое погибших и один пострадавший. Итог автокатастрофы под городским поселком Октябрьский. Накануне около 17.30 там столкнулись легковушка и грузовик. Предположительная водитель автомобиля «Ауди-80», выбрав небезопасную скорость движения, не учел состояние дорожного покрытия, из-за чего вошел в занос и выехал на встречную полосу. Машину понесло прямо на автомобиль «ГАЗ». В результате столкновения водитель и 64-летняя женщина-пассажир легковушки погибли на месте происшествия. 23-летний молодой человек, который находился на переднем сидении, получил травму и был госпитализирован. Водитель грузового автомобиля не пострадал. ГАИ просят водителей в зимний период выбирать безопасную скорость движения и стиль вождения на дорогах. Всего же за минувшие сутки в Гомельской области было 3 ДТП. Два человека в них погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Гомеле. 38-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», двигался по улице Сверидова в направлении Крупской. В пути следования на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра», который двигался во встречном направлении на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП оба водителя легковых транспортных средств, а также 49-летняя женщина-пассажир автомобиля «Опель» получили телесные повреждения и были госпитализированы. К теме пожаров из-за нарушений правил эксплуатации печи в Рогачеве погибла пенсионерка. Загорелась кровать, на которой спала 92-летняя женщина. ЧП произошло после полудня. Пострадавшую вынесли на свежий воздух спасатели. Пенсионерка получила ожоги и находилась без сознания. Впоследствии медики констатировали смерть. Пожар был потушен до прибытия подразделений МЧС. Спасатели просят граждан следить за жизнью и бытом своих престарелых родственников. В Гомеле лжесотрудники банка похитили у девушки 95 тысяч рублей. Пострадавшая ответила на звонок по Вайберу и поверила, что и звонят из службы безопасности. Мошенники убедили женщину, что ее карт-счеты угрожает опасность и необходимо срочно принять меры. Девушка назвала им все конфиденциальные данные о своей банковской карте. Злоумышленники дополнительно поинтересовались, нет ли у клиента еще каких-либо карт или вкладов, чтобы их также можно было проверить наличие угроз безопасности. Ничего не подозревая, Гомельчанка рассказала еще об одном вкладе, а затем, поддавшись убеждениям мошенников, поспешила в банковское учреждение, сняла средства и перевела деньги на карточку, данные которой ранее сообщила звонившим ей людям. В итоге минус почти 95 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. «Если это совершают граждане Республики Беларусь, зачастую удается напасть на след и привлечь к уголовной ответственности данное лицо. Но, как показывает практика, звонки осуществляются с территории Российской Федерации, Украины. Злоумышленников нельзя привлечь к уголовной ответственности. Поэтому профилактика стоит во главе угла». Житель Добруша нелегально перевозил 200 литров спиртосодержащей жидкости. Накануне сотрудники взвода по охране территории радиоактивного загрязнения совместно с инспекторами ГАИ задержали на одной из автодорог района автомобиль БМВ. За рулем транспортного средства находился 34-летний житель райцентра. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены 45-литровых пластиковых бутылей. В них находилась жидкость с резким запахом спирта. Сопроводительные документы и акцизные марки на канистрах отсутствовали. Спиртосодержащая жидкость была изъята и направлена на экспертизу. В отношении перевозчика начат административный процесс. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу на выезде уступила команде Венгрии в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года. Игра завершилась со счетом 2-1. Единственный гол в составе белорусской команды на счету игрока гомельской БЧ Сергея Селивончика. За венгров забили Яна Шрабль и Патрик Паль. Мозырьская Славия объявила о подписании контрактов с рядом игроков. Ряды команды пополнил бельгийский полузащитник Леон Нинго. Футболист уже успел отметиться забитыми за Славию мячами в нынешнем межсезонье. Из гомельского локомотива в Мозырь перебрался защитник Илья Шабанов. Соглашение с клубом подписали воспитанники мозырьского футбола вратарь Максим Шишлов и полузащитник Александр Дегун. Кроме того, сотрудничество с командой продлили Франсис Нарх и Никита Мельников. Из Мозыря в Гомель на предстоящий игровой год перебирается Евгений Иваненко. Голкипер Славии в середине минувшего сезона был отправлен в аренду в Гомель. В шести матчах в футболке зелено-белых он пропустил четыре гола. Согласно новому арендному соглашению, футболист будет играть за Гомель еще один сезон. Уверенный реванш. Женский гонбольный Гомель на выезде крупно обыграл Берестия. После домашнего поражения от бричанок в первом круге чемпионата гомельчанкам было что доказывать и себе, и болельщикам. Выездной матч команда Томожа Чаттера провела без шансов для соперниц. Победа 42-22. Наталья Котина лучший бомбардир Гомеля в этой встрече 10 голов. Двоевластие в таблице чемпионата страны сохраняется. БНТУ в другом матче игрового дня был сильнее Березиным 37-28. Мужской гонбольный Гомель продолжает удерживать вторую позицию в таблице национального чемпионата. На домашней площадке команда Андрея Мочилова уверенно взяла верх над столичным БГУ ФКСК. 37-30. Лучший снайпер в составе хозяев Сергей Орловский. 12 голов. В субботу, 6 февраля, гомельчанам на выезде играть с Могилевским Машекой. Сборная Гомельской области заняла второе место в общем зачете первенства страны по гребле на тренажерах. Соревнования проходили дистанционно. Состязались юноши и девушки в возрасте 18 лет и моложе. В личных соревнованиях у представителей нашего региона две серебряные и три бронзовые награды. В Минске состоялся чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука в помещении. Гомельские спортсмены завоевали одну бронзовую награду. Никита Дубровский, Евгений Смольский, Данил Кравченко и Артем Малаев стали третьими в командных состязаниях. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.